В данном видеоролике проходит конкурс на контейнер. Все, что вам нужно сделать, это поставить лайк данному видеоролику, подписаться на канал, а также указать свой никнейм в комментарии под данный видеоролик. Победителя я выберу случайным образом и оглашу в следующем видеоролике. Поздравляю, поздравляю, поздравляю. Субтитры сделал DimaTorzok Высказаться, о которых мне в скором времени придется вам обо всем этом рассказать, конечно же. Ну а сегодня мы пройдемся по нашим сегодняшним обновлениям в игре. Сегодня у нас появились, можно так сказать, небольшие нерфы каких-то определенных пушек, определенных овердрайвов, даже что-то у нас апнули. Сегодня обо всем этом поговорим и поговорим сегодня еще об одном интересном дроне, который, наверное, в скором времени сможет стать каким-то вот уникально имбовым, можно так сказать. Я сегодня уже его посмотрел, сегодня так, немножко взглянул, можно так сказать. Ну, не сказать, что я сильно поражен, но если его немножечко еще приапнуть, то, возможно, уже совсем скоро я об этом дроне вам буду более подробно рассказывать, прикуплю и вообще увидите, как он именно таки работает. Это что касаемо дрона Кемпер. Но мы вернемся к нему чуть-чуть попозже. А начать я данный видеоролик, конечно же, хотел с обновления по овердрайвам. Немножечко начинаются у нас вот эти уже корректировочки, можно сказать, какие-то нерфы, какие-то апы. Что-то меняется, что-то апается, что-то нерфится, да, в какой-то степени. Тот же Васпик начинает сейчас более люто нагибать, на котором, я думаю, что мы сыграем следующую каточку. Ну, а вот что касаемо Викинга, что касаемо Харька, тех именно таки самых дронов, которые более являются какими-то нагибаторскими. Сейчас они подвергаются уже какому-то такому небольшому нерфу. Я надеюсь, что он не такой значительный и не так сильно будет чувствоваться то, что в дальнейшем вы не сможете так сильно нагибать, как, условно говоря, вчера, потому что именно таки сегодня у нас произошли данные обновления. Ну вот, зашел я на таком вооружении, на Викинга Громе. Гром сегодня, к слову, Кувалду тоже немножечко понерфили, если честно. Я пока данных изменений не вижу. Там буквально 5% поменялось. Если, в принципе, сравнивать Грома с тем же Страйкером, то, грубо говоря, эти 5% вообще ничего не роляют. И, условно говоря, у нас поменялась только одна характеристика с нашим Громом. Это то, что теперь вы не можете выдавать 4, если не ошибаюсь, нет, наверное, даже 5. 5 Громов с бустером. Сейчас это количество уменьшено именно-таки на одно. Но, в принципе, если вы и так не совсем грамотно и правильно юзаете данный, вернее, не овердрайв, а именно-таки дрончик, то вы и так, в принципе, никогда не сможете выдать такое большое количество данных выстрелов. Что касаемо Викинга, то здесь я уже вижу, что немножечко пофиксирован урон. Надеюсь, что со временем ничего здесь не поменяли. Хотя очень быстро как-то мне показалось, что закончился у меня данный овердрайв. Но, надеюсь, что это мне всего лишь показалось, так как я там особо таких вот никаких изменений по этому поводу не видел. Да, я видел, что урон сейчас с данным овердрайвом чуть-чуть поменьше. Но сказать, что это сильно будет бросаться в глаза, да я думаю, что нет. Потому что урон, который будет вылетать с тем же Громом, с тем же Страйкером, он в разы больше того урона, который нужен по противнику. То есть, условно говоря, вы можете выдать 2 Громика с ДДшкой и унесете почти что любой танк. Я серьезно даже не знаю, какой бы танк мог бы выжить при всем этом раскладе. К слову, сегодня у нас в игре проходит, происходит, говорю. Двойные фанды, голдик я, к слову, тоже вижу. Голды у нас также повышены в 2 раза. Не сказать, что это плохо, при том, что 2 дня у нас осталось до окончания наших апрельских уже челленджей. И я считаю, что довольно-таки достойное такое, можно так сказать, обновление. Все те ребята, которые любят подфармить кристаллики, любят поподнимать свой рейтинг по эффективности, например, как я на своем основном аккаунте, могут спокойно покайфовать, понабивать, понагибать и вообще отлично провести в этом плане время. Что же касаемо других обновлений, что же касаемо других овердрайвов, что касаемо вас, потом мы его, как я уже сказал, посмотрим. Посмотрим, насколько он круто стал сейчас у нас нагибать. К слову, бомба у нас уже на 1 секунду быстрее взрывается. Радиус поражения именно такие бомбы также у нас уже больше. Ну, я как бы, как и изначально говорил, что данному овердрайву нужно будет апп, то, что он не так сильно нагибает, он должен более быть эффективным в бою. И то, что те 4 секунды, которые у нас были на старте данного именно-таки овердрайва, но я имею в виду именно-таки бомбы, когда вы поставили 4 секунды нужно было для ее срабатывания, это много, это серьезно, объективно много, и даже я могу сказать то, что если было бы 2 секунды, это было бы куда достойнее, и данный овердрайв бы имел бы смысл быть. Да, это было бы немножечко бомбически, может быть, у кого-то бы даже сгорало бы в этом плане, то, что он чересчур сильно и быстро нагибает. Но, что я могу сказать по поводу Викинга, как вы видите, прямо сейчас мы унесли 5 танков на Респа, это значит, что нагибает он. И, ребят, ну не жалуйтесь, если у вас там, может, что-то чуть-чуть не получается, вот как вы видите, просто зайдя в каточку, при всем том раскладе, то, что против имеется 5, целых 5 резистов, спокойнейшим образом мы сейчас унесли 5 противников, а это значит, что никакие нерфы, я думаю, сейчас значительно не изменят динамику и вообще работу данного интереснейшего. И дрона, который у меня, к слову, сейчас одет, это бустер, плюс эффект овердрайва, именно-таки на Викинге, все стабильно работает и меня, конечно же, это не может не радовать. Ну, а что касаемо других овердрайвов, никак я не могу уже переместиться к нашему диктатору, диктатор планирует сделать, наверное, одним из самых крутых овердрайвов, но пока он меня явно не внушил, что я даже сегодня не хочу на нем обкатывать. Он более командный, да, можно сказать, я не совсем поддерживаю в матчмейкинге командную борьбу, но имею в виду именно такие какие-то моменты, мне не особо нравится помогать тиммейтам, когда мне нужно зарабатывать самому звезды, если, условно говоря, вы не играете в пати, играете в соло, то я вообще не вижу никакого смысла в данном диктаторе. Да, если вы играете трио, вы играете со своими сокоматниками, возможно, вы стоите на диктаторе, дефите, тогда имеет смысл быть ваш диктатор, потому что, к слову, на нем сейчас можно очень круто саппортить, вы даете за счет овердрайва 50,5% своим союзникам к их овердрайву, и тем самым неплохо так саппортить, да, в какой-то степени помогаете им развить свой овердрайв и быстро понагибать противника, за счет этого, конечно, имеется определенный плюс, но если данный именно таки момент исключить из всего этого контекста, то вы при этом ровным счетом не получаете особо ничего, у вас нету какого-то определенного плюса, вы не становитесь каким-то сам, именно таки как танк, каким-то сверхнагибатором, нет никакого такого определенного резона, с которым вы могли бы быстро набирать опыт, поэтому я считаю, что не совсем интересен для меня, для, я думаю, для вас данный овердрайв, не стоит на нем заострять сегодня внимание, но вот стоит обязательно заострить внимание на суперинтереснейшей пушке, на которой я сейчас, к слову, прогрузился в данную каточку, а именно таки магнум, ему увеличили уже наш сплэш урон, а это значит, что сейчас, вот даже вот при таком выстреле, вы видели, да, куда упал мой снаряд, и где находился, чуть ли не за домом находился второй игрок, и сплэш урон все равно достал, да, не такой большой, но он все равно достает, а это значит, что все-таки в арту нашу любимейшую, наш магнум пытаются сделать более имбовой, более конкурентно, наверное, способной в нашей игре, потому что в последнее время из данной пушки сделали, ну, объективно, не самую интересную пушку, она не так сильно нагибает, и в скором времени, я думаю, что даже будут какие-то определенные апы по урону, если же сейчас его даже нету, этого апа по урону, скрытого, потому что знаем мы все разработчиков танков, и зачастую такие обновления, когда даже, в принципе, никто не пишет о том, что у нас происходит, например, там, повышение какого-то определенного урона, то, что пушка начинает больше нагибать, на самом деле, все это дело скрыто уже сделано, а потом, буквально там, наверное, через каких-то, какое-то определенное время, вы об этом сможете только узнать, и я вот сейчас не успел прожать данную бомбу, хотел посмотреть работу ее, 3 секунды все же, и плюс, вы видите, насколько быстро набирается мой данный овердрайвик, давайте вот сюда бомбу мы воткнем, 3 секунды, раз, два, три, и бомба уже сработала, да, в принципе, даже противничек не особо сумел среагировать, хотя, в принципе, у него на этого хватало, я думаю, времени, 3 секунды, это все же еще не так мало времени, и у меня уже 30% от нового овердрайва имеется, давайте попробуем вот четко, за счет правильного использования данного овердрайва, выиграть данную катку, потому что я считаю, что в TDM-ке это просто жизненно необходимо, и я считаю, что это реально, это реально вот просто гонять по респу, при том, что у меня сейчас имеется арта, которая, к слову, раздает, ну, мне нравится, мне нравится серьезно, нормальный сплэш раздает, но в какой-то степени этого все равно мало, это мало, больше урона нужно данной пушке, дабы она больше нагибала, и более эффективно все это дело происходило у нас, но, вот что касаемо данной бомбочки, то я могу сказать, что в какой-то степени мне даже может понравиться вся эта идея, и я сам буду постоянно катать именно-таки на данном вооружении, но, если бы у нас в игре, конечно, не было харька, не было бы викинга, который хоть и нерфится, да, сегодня их понерфили, но они все равно будут продолжать нагибать, я не знаю, что серьезно нужно сделать с этим овердрайвом, давайте поставим здесь бомбу, успеет ли вот интересно данный, да, он даже не успевает отъехать, он просто не успевает отъехать, если вот четко под танк ставить бомбу, противник, если медленно реагирует, даже мне кажется, если он будет быстро реагировать, он не будет успевать уезжать от данной бомбы, и мне это очень даже нравится, давайте вон туда вот сейчас выстрел такой дадим, считайте, я в центр выстрелил, и еще сплэшем по тысячоночке, по двум противникам нанес урона, я считаю, что это довольно-таки достойно, было бы сейчас бы, если бы я бы еще бы на голдик, бы такую плюшку красивую бы выдал, сейчас бы моя борта, наверное, бы просто зарешала бы эпизод, но чуть-чуть мне здесь не повезло, да, в какой-то степени, бывает, не совсем находишься в том месте, где нужно, в той или иной ситуации, и поэтому давайте сейчас быстренько попробуем подобрать здесь данную бомбочку, к слову, у нас сейчас будет еще один золотой ящик, и попробуем, к слову, под данный голдик просто влепить бомбу, трех секунд, я думаю, нам хватит, дабы кого-нибудь унести на респ, только я вот не вижу противника, который бы мог бы поехать, бы забрать данный золотой ящик, а вот сейчас я вижу, два уже едет, и мы сюда просто бомбочку вставляем, и... бубу! Красиво, красиво, и голдик просто лежит, просто лежит голд, три противника унесли, мы на респ, на языкаточке, я, безусловно, рад данному движению, мне нравится данный дрон, и я думаю, что даже, может быть, если вам интересен данный дрон, то мы в скором времени можем даже записать какую-то определенную рубрику по троллингу на голдах, или еще что-то в этом духе сделать. Ну, а что вообще касаемо наших других пушищек, потому что сегодня у нас более такой обширный уже обзорчик, давайте мы уже пройдемся и по шафту, с которым постоянно сейчас происходят какие-то определенные до балансы, до апы, до нерфы, и сами, по ходу, разработчики не понимают, что они хотят сделать с данной пушкой, они как бы хотят показать, что она, в принципе, нагибает, хотя, с другой стороны, наоборот, пытаются ее каким-то образом занерфить, да, какие-то устройства повышаются на 5%, какие-то устройства понижаются, но это все незначительные апы, незначительные нерфы, я даже как бы сегодня бы и не хотел бы на этом заострить свое внимание, но единственный момент я могу сказать, то, что шафт все равно при любом раскладе для меня является комфортной пушкой, как бы я бы это не говорил, можно так сказать, я продолжаю качать свой интереснейший аккаунт до легенды именно-таки на шафте, и мне, безусловно, все это очень-таки даже нравится, мне нравится на нем играть, сейчас вы видели, как я бомбы просто двоих противников унес, поэтому я не могу говорить, что там, ну, нерфит его, ну, нерфит, ну, 5%, ребят, это несущественные изменения, и поэтому говорить про данную пушку, как по мне, ну, вообще просто незачем, единственный момент, это то, что, да, кому-то нравилось очень играть с тремя выстрелами на шафт, сейчас данное устройство более понерфито, но можно играть и без устройства, можно играть с устройством, которое у меня является на мальке, да, которое у нас повышает процент урона, но снижает именно-таки перезарядку, если честно, не помню, как оно называлось, данное устройство, можете, в принципе, в комментарии отписать, если вы шарите, а не такой разгильдяй, как я, который постоянно все забывает. В общем и целом, я надеюсь, что вы поняли, чего затронули наши именно-таки данные обновления, изменения, что появилось у нас сегодня в игре, надеюсь, что после данного видеоролика, и после вашей активности, ребят, обязательно нажмите палец вверх, подпишитесь на канал, поддержите меня, если активность у нас будет большая, то я думаю, что в ближайшее время мы будем записывать намного больше видосов, да, я сейчас чуть-чуть подздал, пару-тройку дней не выходило у нас ни одного видеоролика, надеюсь, что сейчас у нас будет получаться делать все намного-таки чаще. В общем, советую вам, ребят, возьмите сейчас Васпика, зайдите в TDM-очку, ну, для меня это более комфортный, наверное, таки режим, но можете попробовать и другие матчмейкинговые режимы, попробуйте, покатайте, я думаю, что вам понравится быстрая перезарядка данного овердрайва, я уже все это дело затестил, вы видели, как это работает, попробуйте сами, я надеюсь, что вам это все дело понравится, нужно какое-то иметь разнообразие в нашей игре, при том, что сейчас очень большое количество овердрайвов именно-таки на корпусах интересны, и каждый можно использовать очень-таки по-разному, использовать со своей стороны, можно нагибать определенное дефово, можно нагибать в атаке, можно просто бомбами уничтожать противника, и за счет этого получать свое определенное удовольствие в игре. Но у меня на этом все, всем спасибо, ребят, за просмотр данного видеоролика, всем удачи, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok